Правила землепользования и застройки Правила землепользования и застройки Определяют соответствующие регламенты и зонирование застройки в пределах каждого поселения На сегодняшний день у нас не все поселения имеют правила землепользования и застройки Развилка не имеет ни генерального плана, ни правила землепользования и застройки Также нет ПЗЗ у нас в Булатниковском поселении и в городе Видное Для того, чтобы привести правила землепользования и застройки с первичным нормативным документом Это генеральным планом Проводится работа по приведению или доведению до утвержденных генеральных планов правил землепользования и застройки Где их не существует вообще, то в настоящее время разработаны проекты правил землепользования и застройки Во всех семи поселениях Ленинского муниципального района С 1 января 2015 года ситуация по утверждению документов градостроительного проектирования Изменилась в силу законодательства Московской области Разработка как генеральных планов, так и правил землепользования и застройки Перешло на уровень правительства Московской области В данной ситуации и данными документами территориального планирования Занимается Главное управление архитектурой и строительством Московской области Которое является заказчиком и разработчиком для всех муниципалитетов Подмосковья Соответствующих и генеральных планов и ПЗЗ Что произошло у нас совершенно недавно У нас еще не закончилась работа по внесению изменений в генеральные планы городского поселения Видное У нас не утвержден генеральный план сельского поселения Развилковское У нас не закончилась работа по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Булатниковское Но в соответствии с требованиями федеральных властей, есть требование, которое установлено президентом Российской Федерации, что все субъекты Российской Федерации должны разработать и как минимум вынести на процедуру публичных слушаний до 1 июля 2017 года документы первичного и вторичного градостроительного проектирования. То есть генеральные планы и правила землепользования и застройки. О генеральных планах я уже сказал, что у нас уже прошли по поселениям, где предполагалось внесение изменений в генеральные планы, внесение этих документов в администрацию Ленинского муниципального района от правительства Московской области. Где-то мы уже прошли публичные слушания, например, в сельском поселении Развилковское, урегулировали всю ситуацию с землепользователями и вынесем на утверждение представительного органа Ленинского муниципального района в Совет депутатов. Это мы сделаем до 1 июля. Соответственно, мы столкнулись с ситуацией по городу Видное, что очень много вопросов вызвали изменения в генеральный план городского поселения Видное. Публичные слушания по этому поводу мы еще не проводили, но несколько раз проводили публичные обсуждения. Градостроительным кодексом предусматривается норма проведения публичных слушаний и при утверждении генеральных планов, и при утверждении правил землепользования и застройки. И также есть еще ниже документ, он называется проект планировки территории ППТ, который тоже требует проведения публичных слушаний. Публичные слушания в соответствии с законом проводит администрация района для всех поселений, которые находятся на территории муниципалитета. Соответственно, мы направили в правительство Московской области, в глав архитектуру, большое количество замечаний по генеральному плану городского поселения Видное, которые в настоящее время дорабатываются и нам обратно возвращены не были. При этом в мае месяце 2017 года Главное управление архитектуры Московской области направило в адрес администрации Ленинского муниципального района проекты семи правил землепользования и застройки. То есть там, где их нет вообще, это в Развилковском поселении, в Видном и в Булатниковском поселении, они представлены как первичные правила землепользования и застройки. По совхозу имени Ленина, Горкам, Ленинским, Молковскому и Володарским поселениям представлены изменения в правилах землепользования и застройки на части территории. Также, в соответствии с требованиями правительства Московской области, мы обязаны провести процедуру публичных слушаний, которая предусмотрена градостроительным кодексом. В соответствии с этим мы опубликовали в Видновских вестях, разместили на сайте и сдали соответствующее постановление о проведении публичных слушаний по проектам документов территориального планирования или изменений в правилах землепользования и застройки, или первичных правил землепользования и застройки. В соответствии с град-кодексом, первичным документом является генеральный план. Следовательно, там, где у нас еще нет генеральных планов или они не приведены в существующую ситуацию, то утверждение правила землепользования и застройки даже после прохождения процедуры публичных слушаний невозможно. То есть сначала нужно будет принять генеральный план или актуализировать генеральный план, где он существуется, и только после этого можно будет выносить на совет депутатов, а соответствующую рекомендацию нам выдает правительство Московской области после прохождения градостроительного совета, и, соответственно, мы должны будем вынести на совет депутатов. Но это делать преждевременно и достаточно рано. Я хотел бы наших уважаемых жителей, первое, обратить внимание, не беспокоиться по вопросу представленных проектов. Для нас, как для органов местного совправления, для администрации района, многие из них тоже явились откровением, то, что мы увидели. Почему? Правила землепользования и застройки – это документ, который должен учитывать интересы как органов местного самоправления и, соответственно, жителей самих поселений, так и интересы собственников земельных участков. И то, что мы увидели в представленных проектах, а их разрабатывала глава архитектуры, был проведен соответствующий конкурс, и один из институтов, который выиграл соответствующий конкурс, разрабатывал эти правила землепользования и застройки. Сам муниципалитет имеет право подавать свои обращения, и жители, которые, или это юридические лица, или физические лица, точно так же направляют свои предложения по заинтересованным земельным участкам или о изменении вида разрешенного использования. Соответственно, когда мы говорим о ПЗЗ, они говорят о функциональных зонах, то есть к какой функциональной зоне будет отнесен его земельный участок. И, похоже, я это могу констатировать как факт, что ряд землепользователей, которые имеют у нас земельные участки на территории района, обратились в главную архитектуру и попросили изменить, например, одну функциональную зону на другую функциональную зону. Законом это не запрещается, это право, право обладателя. А дальше как раз наступает следующая итерация, это проведение публичных слушаний. В результате проведения публичных слушаний мы учитываем, а я уже сейчас по электронной почте, в письменном виде, получаю большое количество обращений жителей на размещенные материалы правил землепользования и застройки. Это очень хорошо о том, что так дотошно, внимательно жители смотрят на те нововведения, которые до этого не существовали на территории конкретных поселений. Мы все это обязательно приложим к процедуре публичных слушаний, обязательно все это озвучим и в результате проведения самих публичных слушаний точно так же мы будем под протокол записывать все предложения наших жителей. У меня на столе расположена карта, которая предусматривает первичные правила землепользования и застройки городского поселения Видное. Как я уже говорил о том, что в городе Видное никогда не утверждались правила землепользования и застройки. И когда мы смотрим на эту карту и точно так же ее в газете, на нашем сайте увидели жители, возникает большое количество вопросов. В первую очередь возникает вопрос по тем зонам, которые на карте окрашены сиреневым цветом. Это так называемые зоны комплексного устойчивого развития территорий. Это новый термин, который совершенно недавно был внесен в градостроительный кодекс. Это зоны, которые позволяют развивать территории в различных направлениях, как от рекреационных, промышленных, сельскохозяйственных, так и до многоэтажного или индивидуального жилищного строительства. И я соглашусь абсолютно с жителями и готов их поддерживать о том, что перевод, например, некоторых зон в комплексное устойчивое развитие, на мой взгляд, абсолютно нецелесообразно. Например, я говорю о такой зоне, как зона центральной части города или зона застройки, известная жителям, как Тимоховский овраг, которая предлагается, возможно, собственникам земельных участков или главным управлением архитектуры. Сам муниципалитет подобных предложений в глав архитектуру не подавал. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что это были, возможно, предложения либо собственников земельных участков, но так как там муниципальный парк, мы с таким предложением не выходили. Но есть смежные земельные участки, вполне собственники имели право обратиться, минуя нас в глав архитектуру, это предусматривает действующий регламент, для того, чтобы попросить внести их предложения в качестве предложений. Совершенно недавно, то бишь вчера вечером, я получил от губернатора Московской области три обращения, направленных от наших жителей, они как под копирку написаны, примерно говорят о том, что СОС все застраивает, весь центр города сносят, что везде будет многоэтажная жилая застройка, и просят губернатора лучше эти денежные средства направить на строительство детских садов, школ и станции Расторгуева. Но в принципе мы абсолютно, вы знаете, не против, чтобы развивать транспортно-пересадочный узел на станции Расторгуева, сегодня будет у меня встреча с жителями по данному вопросу. Мы абсолютно не против преобразить центр города Видное как рекреационную зону, а не многоэтажную жилую застройку. Вы знаете, я выступал инициатором на месте кинотеатра «Искры» не строить 17-этажную башню, не важно, что это был бы офисно-деловной центр, а оставить все в исторических границах. И сегодня мы тоже с жителями будем обсуждать первичную концепцию по благоустройству без каких-либо городостроительных изменений. Соответственно, я считаю, это мое мнение как главы, что эта территория вполне уже достаточно отражена в генеральном плане, и не требует такого изменения функциональной зоны на комплексное устойчивое развитие территории. Поэтому мы будем здесь поддерживать и жителей, и будем в том числе высказывать свою позицию в главах архитектуры о том, что эту зону нужно вернуть в ту зону, в которой она находилась и до этого. Есть еще несколько функциональных зон, например, зона завода «Москокс», где также предлагается сделать комплексное устойчивое развитие территории. Если привести пример, как это реализуется, вот в Москве все знают, есть историческая промышленная зона завода «Зил». И сегодня она реконструируется, преображается, появляются и торговые центры, и офисные центры, новые производства, которые уже не затрагивают автомобилестроение, в том числе и появляются новые жилые кварталы. Вот, скорее всего, собственник территории, а это мог выступить собственник территории, группа компаний «Мечил» обратилась в правительство Московской области о том, чтобы обозначить их под зону устойчивого развития. Я не вижу здесь никаких больших опасностей, учитывая, что нам нужны и рабочие места, ничего плохого бы не было в развитии офисных центров. У нас там есть хорошая точка роста для новых производств, и компания «Мечил» предоставляет такие земельные участки для нескольких производств. Следовательно, это мог бы быть хороший, устойчивый центр приложения рабочей силы, возможно, с какими-то офисными элементами и апартаментами. Я не думаю, что здесь можно размещать жилье, ввиду все-таки неких экологических особенностей, но подумать об этом всегда можно. Здесь есть еще несколько ряд функциональных зон, которые предлагаются, где происходит сегодня застройка на территории Ленинского муниципального района, это в территории деревни Тарычева и рядом с горками Ленинскими в шестом микрорайоне, где уже осуществляется жилищное строительство. Я тоже считаю, что абсолютно преждевременно менять эти функциональные зоны, они и так были в достаточно нормальной зоне Ж1 и позволяли строить жилье той этажности, которая сегодня там и строится. Следовательно, мы тоже будем предлагать вернуть эти зоны, так как там утверждены проекты планировки территории, прошедшие публичные слушания. Это не вызовет резонанса у жителей, и мы можем спокойно перейти именно к тому, что выполнять те проекты планировки территорий, которые были утверждены. Да, некий резонанс, вот если мы посмотрим, вот таким вот, наверное, таракотовым цветом, отображена зона жилой застройки Ж1 всей старой части города. И сразу же посыпались вопросы, обвинения, огромное количество вокруг этого в соцсетях, различных сказок, я по-другому так не скажу, или мифов, из-за того, что якобы все это снесется и застроится многоэтажной жилой застройкой. Это все от лукавого. Для этого людям нужно просто, которые все эти вещи высказывают, почитать элементарно градостроительный кодекс. Существует три зоны жилой застройки. Ж1, Ж2 и Ж3. Все они находят свое отражение на территории Ленинского муниципального района. Если в центре города у нас уже с вами, вот рядом с Советской площадью, присутствует здание больше девяти этажей, следовательно, уже малоэтажной застройки быть не может. У нас есть с вами пятиэтажные дома, а значит, это уже среднеэтажная застройка, и она тоже здесь присутствует. У нас с вами есть частный сектор в старой части города Видное, где тоже присутствуют частные дома. Вот как раз зона Ж1 включает весь этот набор социальными объектами данной застройки. А если мы посмотрим на Расторгуевскую часть города, то мы видим совершенно другой цвет, желтый. Это следующая зона Ж2, которая говорит о малоэтажном и среднеэтажном строительстве. Раздаются такие вот возгласы о том, что и блокированной застройки. Но я обращаю внимание данных лиц, которые устраивают абсолютно непонятную истерию, почитайте градостроительный кодекс. Это ни фантазии, ни выдумки, ни глав архитектуры, ни администрация Ленинского муниципального района, ни разработчиков. Все эти зоны определены в градостроительном кодексе. И, следовательно, никаких других... Дальше уже идут общественно-деловые зоны, они тоже делятся, на ряд промышленные зоны. Но никаких других зон не существует. Поэтому все остальное определяется проектами планировки территории. Я обратил внимание ваше о том, что там, где предлагается комплексное устойчивое развитие территории, в соответствии с новым градостроительным кодексом, предусмотрена другая процедура прохождения и утверждения проекта планировки территории. Более упрощенная. Мы не являемся сторонниками данных вещей на территории города Видное. Соответственно, если это зоны G2 или G3, то проект планировки территории утверждается в соответствии с требованиями градостроительного кодекса с обязательным прохождением публичных слушаний. А чего боятся многие? Что кто-то калуарно, где-то, на уровне района или области, район сейчас здесь не участвует, примет соответствующее решение. Здесь не нужно этого опасаться, потому что и в центральной части города, где у нас зона G1, и где у нас зона G2, все любые изменения предполагают проведение публичных слушаний. И никаких планов, а я об этом уже говорил не единожды, и у нас особенно оппозиционно настроенные товарищи говорят, вот сейчас все снесут, центральную часть города, и что-то здесь построят новое. Никаких планов у администрации района, и я знаю, что у правительства Московской области нет. Все остается в том виде, в котором существует. Наша задача благоустроить, следовательно, сделать нормальные проезжие улицы, тротуары, клумбы, хорошее уличное освещение, прогулочные зоны, но не более того. И никакой точечной застройки в центральной части города, как и в других частях города, у нас не предполагается. Для того, чтобы люди могли спокойно, абсолютно в нормальном рабочем режиме войти в диалог не только с нами, как организаторами публичных слушаний, а и с правительством Московской области, кому мы передадим результаты публичных слушаний. Мы отразим точку зрения и администрации, и жителей. У нас есть уже несколько, я приводил пример генерального плана городского поселения Видное, который до сих пор не вынесен на публичные слушания, потому что мы его отправили на доработку. Я считаю, что преждевременно это делать, и мы должны все моменты учесть, для того, чтобы не было потом провалов, и не было вот тех сказок и мифов, которые рассказывали, церковь исчезла, охранные зоны исчезли, кладбище исчезло, ну, все это было. Есть простой пример, человеческий фактор. И люди, которые все это руками делают, даже если это делается на компьютере, они могли просто ошибиться. И вот мы, увидев эту ошибку, иногда с помощью жителей, за что я им благодарен, мы начинаем вносить соответствующие изменения. И требуем от глав архитектуры, чтобы эти изменения были внесены. Потому что у нас есть главный инструмент, которым мы пользуемся. Это право вынести в представительный орган местного самоправления, в Совет депутатов Ленинского муниципального района, или не вынести данный документ. А дальше уже Совет депутатов принимает соответствующее решение. Поэтому никакой точки не поставлено, даже еще запятой нет. Это только проекты. И в этих проектах, я убежден, есть большое количество несостыковок, неточностей, может быть даже каких-то вещей, которые потом возникнут. Наоборот, жители могут высказать, а вот давайте вот это преобразим. Я не говорю о застройках домами. Просто предусмотрим какую-то другую зону. Но жители могут распоряжаться и давать свои предложения в большинстве своем все-таки по землям неразграниченными, землям, которые принадлежат муниципалитету. Но есть частные землевладения, где, безусловно, точка зрения землевладельца должна учитываться, но и нельзя игнорировать точку зрения жителей. Если это полностью противоречит жизненным интересам, то мы должны эти интересы отстаивать. И мы проводим слушания по всем семи поселениям в Ленинском муниципальном районе. Как я уже сказал, они проводятся в срок до 1 июля. Комиссия по проведению публичных слушаний, которые предусмотрены градостроительным кодексом, сделает соответствующее заключение. И если жители обратили внимание, то все последние публичные слушания, которые мы проводили по любым документам градостроительного проектирования, мы проводим честно, открыто и всегда записываем мнение жителей. Мы ведем стенограмму, потом все это расшифровываем, и все это ложится в стенограмму проведения публичных слушаний. Делаем соответствующее заключение. С какими умозаключениями, предложениями мы можем согласиться, мы это вносим в свое заключение. Если мы считаем о том, что это некое частное мнение, мы его в обязательном порядке прикладываем. И все это вместе с печатным материалом и аудио-видеозаписей отправляем в Главное управление архитектуры Московской области для принятия соответствующего решения. Поэтому никаких решений, еще раз повторяю, не принято. Ни одно ПЗЗ не откорректировано или там, где их не было, не утверждено. Но не нужно верить слухам, не нужно верить в данной ситуации социальным сетям, в которых ряд горлопанов говорят о том, что вот уже утвердили, спасите, помогите. Это ложь. Соответственно, мы должны пройти процедуру, которая предусмотрена Городостроительным кодексом Российской Федерации. И пользуясь случаем, я хотел бы пригласить наших уважаемых жителей и всех заинтересованных, кто проживает или чем-то владеет на территории Ленинского муниципального района, прийти в том поселении, где, вы считаете, затрагиваются ваши интересы, на публичные слушания и высказать свою точку зрения, дать конкретные прагматичные предложения. И только вот такой вот дружной работой мы сможем провести работу, которую требует от нас закон.